МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом республиканском конкурсе Гомельчина в первую очередь приняла удел в 2012-м. И сразу перемога и диплом, лучшая в область Беларуси для развития бизнеса. Летось поспех повторили, причем у своей номинации лучшим был признан еще и Чаширский район. Эта победа, пожалуй, общая. Победа всех экономических служб, всей исполнительной власти, контролирующих органов, таможни, торгово-промышленные палаты, общественных объединений. Ну, у каждого есть лепта в эту победу. Ну и, безусловно, конечно, прежде всего заслуга наших предпринимателей. Для Гомеля такая перемога первая. Тем больше приемно признание выника у работы, якая проводится у гэтым накерунку. Тут, саправды, робится шмат для подтримки приватных инициатив. Мэтанакерованная деянность дозволяет створать новые прационные мессы и повеличивать поступление у городский бюджет. Основной удельный вес – это предприятия и сфера торговли и услуг. Это 52%. Порядка 12% – производство. 9-10% – это строительство. В целом могу сказать о том, что удельный вес поступлений в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году составил более 33%. В прошлом году это была цифра 31,2%. Создана рабочая группа и работает по рассмотрению практически всех вопросов, которые связаны с развитием малого и среднего предпринимательства. Это и вопросы земельного законодательства, вопросы реконструкции помещений, вопросы аренды, то, что связано с архитектурой. Комиссии по развитию предпринимательства и створению новых вытворчеств все не иснуют во всех районах области. Звычайно их узначальвают старшини выканавших комитетов, ци их наместники, что дозволяя эффективно и оперативно вырешать пытания, которые возникают. В уголе, что тыши за ситуацией у целом по Гомельской области, летось субъекты малого и среднего предпринимательства перелешили у бюджет 3,5 триллиона рублю. Все лета – еще около двух. Это пока шаг дарыши так само улешивался при вызначении переможцов. Количество малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, на тысячу жителей в каждой территориальной единице, сумма уплаченных налогов, удельный вес, опять-таки, в процентном отношении их поступлений от общего числа поступлений и так далее. Олеся Нюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель. И Управлением спорту и туризму Гомельского облавы Конкама. Вероника Ворошилина с подрабязностями. У Гомельщина нездарма славится и край гостиной и ветлевая. Тут, саправды, ведают, как примать гостей. Житковицкая земля – не выключение. Узельников пресс-тура на меже Брестской и Гомельской областей сустракали хлебом с солью и народными песнями. Агульный фотосдымок на память на уезде у Житковицкий район, а далее – рух по распроцованным маршруте. Первым объектом наведывания в программе стал Турумский молочный комбинат. Это сучасное экспортно-ориентованное предприемство, которое специализуется на выпуске сыров. Тут вырабляется высокоякостный по всех параметрах продукт. У ассортиментного пиролика сыры в домах европейских оттунков – моцарелла, маскарпоне, рикотта и іншая. Это мягкие полуцвердые сыры, вырабленные по итальянской технологии, а так само уластные рецептуры. Подчас дегустации у дельники пресс-тура смогли оценить продукцию предприемства, а дягучи специальной галереи с панорамными вокнами, поназирать за вытворшим процессом. Продукцию этого комбинета я оценивал как простой обыватель, так как не сильно разбираюсь. Впечатлил сыр с паприкой. Мне также очень понравилась экскурсия. Видно, что это современное предприятие, которое выпускает большое количество видов сырной продукции и оправдывает вложенные сюда средства. К слову, с молочной белорусской продукцией я до этого не сталкивался и сейчас полакомился ею от души. Ознайомились у дельники пресс-тура из открытым акционерным товарыством «Туровщина». Буйным агропромысловым предприемством ведучими на прамках якова заявляется вытворчасть и перепрацовка сельской господаршей продукции, а так само развитие агроэкотурызму. Запросили гостей у туристичный комплекс «Трумень», где створены усе умовы для активного отпочинка, комфортабельные домики, ресторан, палевничные угодцы и арендованная частка раки «Прыпять» для аматоров рыбалки. Летесь в этот туристичный объект принял больше, как 2000 наведальников. Дарэч, для повышения объема экспорта туристичных послуг и притягнения на Гомельщину замежных гостей у нашем районе проводится серьезная усебаковая работа. В этом году предусмотрено больше 200 маршрутов по Гомельской области. Они интересны для наших туристов, они интересны, конечно же, в первую очередь для иностранцев. Люди, которые приезжают в нашу Гомельскую область, они отражают, что да, вы на правильном пути. И, естественно, мы не будем останавливаться на том, что достигнуто. Будем организовать те же самые рекламные туры и рекламировать свой регион в Гомельской области. Про то, что требует больше про себя заявлять и рекламовать свои послуги на разных международных выставах, отзначают и удельники пресс-тура. До приклада туров – это не только один из самых старожитных городов Беларуси. Он так само издевляет удалым с получением вытворчего, культурного и паломницкого туризма. Тут сконцентровано шмат уникальных объектов, які обовязково затекают замежных гостей. Наприклад, судодейные крыжи на Борисоглебских могилках, тирэштке, адзинага помника монументальной архитектуры Паудневой Беларуси, православного храма 12-го стагодя, представленный у Туровским краезнаучим музея. А ясше – багатый природный потенциал и неподробная ветливость гостиных Жахаров Полесся. Меня впечатлила не только этот музей, этот объект, но вообще и Туровщина от момента нашей встречи, от самого гостеприимства, так же и от того, что мы посмотрели. Потому что я сама туроператор, я 20 лет работаю, но я не знала, что у вас такая великолепная сейчас инфраструктура, что ездят ночевать, рестораны есть и все. Здесь можно сейчас и останавливаться и показывать уже более в таком полном объеме. Вероника Ворошилина, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель» с Турова. С дипломом в руках, высокородными думками и великим желанием допомогать людям. В Гомельском государственном медицинском университете выпускны. На урочистой церемонии урочения дипломов, а в закончении научной установки побывала Вольга Славина. Уже шмот годов Гомельский государственный медицинский университет – сирот лидеров в Украине. Это отдел студентов в науковых семинарах и доследованиях, это спортивных споборностях и творческих фестивалях, мероприемствах громадянско-патриотичной накерованности и они зауседы в леку первых. В оси сенне они самые-самые, самые пригожие и счастливые. В этом году университет выпускает 587 дипломовых специалистов. 19 червяня были урочены 163 дипломы студентам медико-диагностичного факультета. Зараз подошла черга выпускников лечебного факультета. Селята их 365 человек. Очень жалко, что 365 отечественных студентов и 59 студентов из иностранных государств покидают наш родной университет. Это были очень хорошие студенты, которые всегда стремились знанием и продолжают стремиться сейчас. Я надеюсь, что наши специалисты проявят себя высоко квалифицированными врачами не только в Республике Беларусь, но и в странах постсоветского пространства и в дальнем зарубежье. Конкурс у меди зауседы высокий. Про это ведут и за межами краины. Студентов, которые прибыли за межи в ВНУ, с каждым годом становится все больше. Селята диплом доктора отримывают граждане Индии, Сирии, Шри-Ланки, Йемена, Ливана и Палестины. Великой популярностью медицинский университет користается у молодец Туркменистана. Выпускник лечебного факультета Гучгелдзи Гаражаев у Гомель трапил не выпадково. Не так давно этот же университет скончила его сестра. Батька выпускника – так само врач. У свой час скончил Беларуський державный медицинский университет. 6 лет, 6 дней очень быстро прошло. Я очень благодарен нашим преподавателям, ректору, что дали очень ценно знания, поделились своими опытами. Я также благодарен нашим президентам Республики Беларусь и нашему Туркменистану. Это еще раз укрепило нашу дружбу между странами. Вольга Славина, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». Гомельщина развиталась с удельниками 10-й республиканской спартакеяды школьников. На переддни подведены выники опошника гульневого дня. Вызначены переможцы по баскетболе и футболе сирот юнаков. Пасяча год была севрочистая церемония закрытия с поборництвом. С подробностями Дмитрия Котау. На зеленом газоне сустракаются команды города Минска и Минской области. По выниках набранных баллов у попередних гульнях столичные футболисты уже стали лепшими. И этот поединок для их неуформальный характер. А вот оппоненты у вынику перемоги могли подняться с третьего места на другое. Одразу было башено, что настрой гульцов в черной форме больше высокий. После первого тайма лик 2-0 на корысть команды Минской области. Свои прозвища у протокол унесли Виктор Сотников и Роман Ширин. В середине другого тайма меньшане намаганиями Ростислава Шавеля скоротили отставание. А лишь на финальный штурм не хватило сил. Увы, не кулик 2-1, який задоволил усих. Очень много приехало тренеров из Минска, которые будут работать со сборной. И несколько ребят уже взяли на карандаш. Они приезжают и целую неделю сидят здесь, смотрят, наблюдают за ними. То есть ребята достойные есть. И в будущем я надеюсь, что они раскроются и покажут все свое мастерство. Поединок помеж баскетбольными командами Минска и Гродинской области Сирот Делчат обывасково войдет в историю спартакеяды, як один из самых драматичных. После первого периода спортсменки с Гродно лидировали с ликом 16-7. И в уголе выглядали мастней за своих оппоненток. Але в другом периоде быцем вышла иншая команда со столицы, якая поступово стала скорочать отставание. До финальной сирены шла ровная боротьба. И в основный час переможцу не выявили. 65-65. Водотковые пятихвилинцы и миншанки не покинули соперницам шансов. Огульный лиг 78-66. Первое место по баскетболе и у минских юнаков. В опошнем поединку яны перемогли команду нашей в области. 62-40. Мы очень рады. И тем более размещение было очень хорошее. Еда тоже. И, короче, спасибо вам большое за то, что мы сюда приехали. Ну, короче, мы первые. Ура! Ну, Гомель – красивый город. Нас хорошо приняли. Мы чемпионы. Ну и все круто. Да, этот турнир вообще был, ну, очень сложным. Все соперники были достойными. Также финал с Гомелем очень хорошую игру показали. Нам было очень сложно, но мы смогли это сделать. Коншатковые выники Спартакеяды подвели на церемонии закрытия. В полетних видах спорта у нашей команды третье место. Другое – у Гродинской. А переможцем стала команда города Минска. У Огуль на командном залику по Спартакеяде, на жаль, Гомель только на шатвертый место. У призерах Могилев и Гродно, а перши – снова столичные спортсмены. Очень надеемся, что каждый ребенок, который провел это время, эти две недели на Гомельской земле, увезет частичку тепла, доброты Гомельской земли. Республиканская Спартакеяда завершена. Ее удельники развитываются с Гомелем, а летние развитываются со спортом. Для многих из их, гэты из поборницей станут стартовой пляцовкой у великий спорт. Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. И на гэтым выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Удалых вам выходных днен и до новых сустречу эфиры.